В марте западные дипломаты резко критиковали ход наших президентских выборов, а Брюссель накануне вчерашней нашей церемонии инаугурации президента советовал западным дипломатам не посещать ее и не присутствовать. Однако вот несколько послов, несколько дипломатов, в том числе даже из недружественных стран, все-таки посетили церемонию. Вот как наш МИД может порекомментировать этот факт? Вы знаете, я вам скажу честно. Первое. Приглашения были направлены все. Мы этого и не скрывали. Дружественным, недружественным странам. Второе. Тоже скажу абсолютно честно, ну правда, не следили за тем, кто пришел и не пришел. Возможно, у кого-то где-то какая-то эта статистика имеется, но мы правда не следили. Это наше мероприятие в соответствии с реализацией соответствующих конституционных положений. Это в том числе праздник для нашего народа, который отмечает победу своего кандидата. Это нам важно в первую очередь. Мы дали возможность, учитывая официальный статус этого мероприятия, принять участие в нем всем. Еще раз говорю, ровно потому, что это часть официальной процедуры. Кто пришел, кто не пришел. Наверное, еще раз говорю, надо будет где-то поинтересоваться. Но не на это точно обращали вчера внимание. Ну и очень важный момент. Вообще стоит, мне кажется, задать вопрос. Тем странам и тем народам стран, чьи послы не пришли, а что они тогда здесь в принципе делают, если они не реализуют свою базовую функцию? Присутствовать на официальных церемониях, развивать контакты, общаться. Что они в принципе здесь делают? По подрывной деятельности им уже здесь заниматься во многом и не дают. А в тех масштабах, к которым они привыкли, точно не дают. И уже достаточно давно. Так сказать, их задумки по смену курса провалились. Смена режима вообще смешно об этом даже рассуждать с точки зрения их бесконечной вот этой вот почесухи, где бы чтобы напортить, чтобы себе создать неконкурентные преимущества. Поэтому, честно говоря, правда, задача третьего, пятого ряда считать и смотреть, кто из них куда пришел. Но вопрос этот глобальный, конечно, уже нарастает у всех. Что они тогда здесь делают? Ясно. Спасибо большое. Да, а знаете, что интересно? Я еще хочу спросить. Вот те страны, которые сказали своим послам не ходить. Ну, как вы понимаете, послы же, видимо, руководствуются. Хотя я не знаю, возможно, какая-то уже инструкция только вот по линии Брюсселя приходит от НАТО. Или с американского посольства всех уведомляют. Здесь сложно понять. Но если послам этих стран вчера сказали их правительство не ходить на инаугурацию, они не пошли, у меня вопрос, когда эти послы будут меняться, их сменщики же должны вручить соответствующие документы и, так сказать, из рук кого и кто, так сказать, им дает правовые основания для реализации их полномочий как послов. Глава нашего государства, простите, они как, что будут делать? Ну, как это, тоже не приедут там в Кремль или как? То есть, может, они какие-то новые церемониалы будут изобретать? Я не знаю. Венская конвенция дипломатических и консульских сношениях никем не отменялась, не переписывалась. Более того, хочу сказать, вряд ли мировое сообщество что-нибудь лучшее в нынешних условиях изобретет. Просто как они планируют, то дальше ротацией собственность заниматься или как? То есть, эти вопросы все должны задать их же журналисты, их общество и гражданское, и вообще все общество, их правительство, на что они, в принципе, рассчитывают. Продолжение следует...